На мировом уровне активно развивается киберспорт. В столице Польши второй год подряд сражаются лучшие команды со всего мира. В гранд-финале в игре танковых боев Международной киберспортивной лиги по стратегическим компьютерным играм сборная СНГ стала чемпионом мира. В составе семи лучших геймеров чебоксарец Максим Михеев. В столице Польши в двух этапах состязались 12 лучших танковых команд компьютерной онлайн-игры World of Tanks. В напряженном полуфинале HellRaisers обыграли победителей финала прошлого года украинскую команду со счетом 5-2. В решающем сражении киберспортсмены обыграли китайцев. Приз за первое место составил 150 тысяч долларов. В победу команды HellRaisers многие не верили. Представители Украины, Белоруссии и России собрали практически новый состав. Китайцы в принципе в финале победить было легко, потому что после победы над бывшими чемпионами мы уже чувствовали, что нас уже не остановить, а китайцы в принципе не были нам ровней. Они слабее нас и просто на морали мы их задавили уже, разгромили за счетом 7-1. Это моя первая крупная победа и эмоции. Я, наверное, не понимал, что мы вообще победили. Часа 4-5 после победы я вообще ходил как бы потерянный такой. Не понимал, что мы победили. У меня не было никакого чувства, но сейчас я понимаю, что да, это было действительно круто. Максим Михеев или Монти – студент строительного факультета ЧГУ. Четыре месяца назад среди всех кандидатов он попал в состав сильнейшего СНГ киберспортивной организации. Пять лет юноша играет в танки. Виртуальное развлечение помогло достичь уровня киберспортсмена. Самый первый турнир прошел в Москве в прошлом году. Далее Китай, Болгария и в этом году уже вышел на мировой уровень. Задача Максима в игре – предоставлять союзникам информацию по карте, сообщать о местах нахождения противника, прикрывать тыл и брать вражескую базу. Приняли меня отлично, потому что, я уже говорил, меня уже некоторые знали. Шутили надо мной иногда. По-дружески. Восемь часов тренировок в день – это уже не развлечение. Тебе это, конечно же, надоедает. Но, чтобы быть лучшим, приходится тренироваться, приходится тратить на это время. Без этого никак. Впереди новый сезон. Турниры в самых разных странах и городах. Геймер считает, что его влечение хоть и может нанести вред для здоровья, но не такой, как вредные привычки. Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова